Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вместе» на телеканале «Мир Байкал». В студии для вас работает Никита Самбоцаренов. Рассказываем о самых интересных событиях в республике. А сейчас обзор главных новостей. 4 сентября в поселке Содняково грузовик сбил пешехода на зебре. От полученных травм молодой человек скончался в больнице. Трагедия произошла на улице Трактовой. Погибшему был 21 год. Всего за минувшие выходные на дорогах Бурятии произошло 37 аварий. В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с платформы грузовика на проезжую часть. Произошло это на улице Тулаева рядом с рынком Крестьянский. В 11.30 было закрыто движение трамвая номер 4 с кольца 20А квартал в сторону мелькомбината. С 5 сентября в Бурятии повысилась стоимость проезда по маршруту Улан-Удэ гуси на Озерск на 40 рублей. Напомним, что ранее проезд стоил 320 рублей. Стоит отметить, что тариф стабильно повышается с каждым годом. Дашин Имдаков создал мальчика с птичкой, воплотив идею своего учителя Геннадия Васильева. Творение будет украшать новый фонтан на гостиных рядах. Шахматы как повод приехать в Бурятию. Эту идею обсудили на встрече глава Бурятии и представители Федерации шахмат. Какой потенциал у шахматного туризма? Смотрите далее. Как ты думаешь, у нас в Бурятии шахматы развиты не сильно? В Бурятии шахматы развиты не сильно, поскольку у нас есть еще к чему стремиться. Но в сравнении с другими регионами мы довольно-таки хорошо развиты. Шахматы для меня это как хобби. Это то место, где я могу успокоиться, где я могу поймать свою, так сказать, музу и настроиться для новых совершений. Почти 600 миллионов человек на земном шаре разделяют эти чувства. А видео напряженной борьбы Анатолия Карпова с анонимным шахматным гением в маске набрало более 6 миллионов просмотров. Популярность этого спорта может помочь развитию туризма в Бурятии. Мы совместно с правительством сейчас разрабатываем концепцию о том, чтобы сделать шахматы туристическим брендом. И так, например, на будущий год, в рамках столетия празднования, столетия Республики Бурятия, мы планируем провести «Байкальский зорь». Это наш традиционный турнир, но провести уже ребрендинг, провести его в другом месте и связать его с международным турниром «Тункинская долина», который впервые был проведен в этом году. Рассматриваем варианты размещения ресурсного шахматного центра, где мы могли бы проводить международные турниры, региональные турниры любых уровней, в том числе и онлайн-турниры. Федерация шахмат популяризирует спорт в республике путем развития секций для школьников, а также создает онлайн-центр, чтобы у спортсменов даже из самых отдаленных районов была возможность обучаться у ведущих тренеров. Никита Самбацленов, ГСР «Однаев», программа «Вместе» «Мир Байкал». 2 сентября на мемориале Победы праздничным митингом отметили годовщину завершения Второй мировой войны. 77 лет назад, 2 сентября, Япония подписала мирный договор. В тот день миллионы людей всего земного шара вздохнули свободнее. И с большей уверенностью посмотрели в будущее. Для Советского Союза эта дата стала вторым днем Победы, Победы на Востоке. Россия сильна своим многонациональным народом, многонациональной культурой, религией, единым духом. И вот единым духом, единым народом только от нас зависит, какое будущее будет у нашей Родины. В наших руках будущее нашей страны и нашей Родины. И давайте приложим максимум усилий для того, чтобы мы победили и у нашей Родины было светлое будущее. Еще раз сегодня вспомним окончание Второй мировой войны, сплотимся и сделаем все, чтобы и сейчас, и сегодня также одержать победу. Во Вторую мировую войну из Бурятии на фронт ушло 120 тысяч человек. Неоценим вклад в победу и наших земляков-тружеников тыла. Эхо войны отозвалось в каждой семье. Знаете, хотелось бы, чтобы не было войны, чтобы наша молодежь не погибала. Это очень страшно, когда родители хоронят своих детей, а надо наоборот, чтобы дети хоронили своих родителей. Пусть наша молодежь живет и здравствует. Мы должны помнить те 41-й по 45-й год, какое тяжелое время было для наших родителей, да, и через чего наши родители, деды прошли. И чтобы вот народ должен как-то поддержать все это, чтобы не было такой войны. И мы не хотим никто из Бурятии, из Армении, хоть откуда, никто войны не хочет. Хотим, чтобы побыстрее на Украине вот эта война закончилась, чтобы ребята все живые, здоровые вернулись домой и радовались своих родителей. После подписания мирного договора Японии, следующий день, 3 сентября, стал памятной датой всего человечества. Именно тогда закончилась Вторая мировая война. 3 сентября напоминает о том, что после самой долгой темной ночи обязательно наступает рассвет. Наталья Нунай, Булат Зандаков, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Фильм по божественной комедии «Данты со злобными клоунами и будильником-трансформером». Это не очередной голливудский ужастик, а философская притча для детишек. Надежда Хлыстова узнавала, как снимает детский арт-хаус на Альхоне. Такого еще не было. Клоуны «Бим и Бом», «Волшебный будильник» и «Огненная феерия». Режиссер-постановщик Антон Адасинский написал сценарий еще несколько лет назад. Однако воплотить идею в жизнь удалось лишь благодаря президентскому фонду культурных инициатив. Вот это как бы цель фильма. Не пальцем грозить, ребята, вы не делаете, а посмотрите, как оно бывает. Пёр конфетку. Так вот, через какой-то кармический кружок, через какое-то огромное время промежуток ты получишь такое, что тебе не силы. Положи конфетку на место. Съемки проходят на острове Альхон в здании старого цирка. Для того, чтобы привести его в нормальный вид, пришлось немало потрудиться. Восстановить сцену, обшить ее, привести световое оборудование, сделать гримерки, что называется, в поле среди песчаных дюн. Эта картина очень необычная. Она сочетает в себе и кино, и музыку, и театр. Это фильм для детей. Потому что главной ролью фильма исполнит Артур и Давид Адасинский. От их лица ведется рассказ, с ними происходит самое главное приключение. И вот эти сложные вопросы, они через детские глаза показаны. Поэтому мы планируем этот фильм продвигать, в том числе на семейную аудиторию. Все действия происходят в городе Тишинске. Главные злодеи – клоуны Бим и Бом. Они хотят изменить ход истории, изменив мировое время. У актеров сложный грим и особая хореография. Я один из клоунов. Меня зовут Бом. И мы тут с Бимом самые главные злодеи. Вот сейчас собираемся, готовимся захватить мир. Сегодня я клоун вообще музыкант. И сюда приехал как саунд-дизайнер. Но вот Антон разглядел во мне какое-то зло клоунское и взял меня на роль злого клоуна. Среди главных героев есть такой персонаж, как Будильник. Для него был шит специальный костюм-трансформер. Он разбирается от стрелок до циферблата и шестеренок. Ну такая, знаете, драматическая роль, серьезная, с глубоким переживанием. Это Будильник, который будит двух клоунов. Но надо сказать, что я сначала думала, что это такой дерзкий Будильник, который все время трезвонит бешено. А потом мне подсказали мастера прекрасные, что это, скорее всего, такой Будильник, которому очень нравится делать свою работу. И он с радостью будит клоунов, а им это очень не нравится. Главные роли исполняют братья Давид и Артур. Они путешествуют во времени, преодолевают препятствия. Впереди у них много испытаний и приключений. Божественная комедия Данте. Это основа материала. Но мы идем не прямую, так сказать, иллюстрируя. Время сломалось. И два персонажа главных путешествуют в поисках как раз возможности вернуть, починить время обратно, чтобы оно пошло. И там задается философский вопрос, а нужно ли обратно чинить время. Потому что так хорошо, когда мы живем вечно. Не надо никуда спешить, не надо идти в школу, вечный выходной. Может, так и надо и оставить. Это вот такой открытый вопрос. Изюминка фильма – световые спецэффекты и фаер-шоу. Все, как в настоящем цирке. Это вот очень близко, наверное, к перформансу. И это очень близко к этому месту. Съемки фильма проходят в сотрудничестве с Международным фестивалем современного искусства ради света «Байкал». Это команда, создающая арт-проекты на стыке современных театральных практик, науки и цифровых технологий. Постановка детского музыкального фильма «Билет на божественную комедию» органично вписалась в фестивальный процесс. Я его называю таким детским арт-хаусом, по-хорошему, арт-хаусом. Я считаю, что дети тоже имеют право на свой арт-хаус. Это детское кино, а детское кино не снималось очень давно в России. Последний, можно сказать, детский фильм с «Чучела», такой философский, тяжелый. И больше после него ничего не было. Ну, с моей точки зрения, когда опять философское детское кино, возрождение кинематографа – это счастье. В ноябре этого года в Улан-Удэ состоится презентация проекта. Режиссер и актеры расскажут о съемках фильма и когда его можно будет посмотреть на большом экране. Надежда Хлыстова специально для программы «Вместе. Мир. Байкал». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите новости на телеканале «Мир. Байкал». С вами был Никита Самбуцаренов. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok